Первенство мира по фехтованию проводилось среди юношей и юниоров. Командам с состязанием предшествовали личные, в которых участвовали 196 спортсменов. К одной шестнадцатой финала за медали первенства фехтовали два россиянина – Кирилл Бородачев и Григорий Семенюк. В полуфинале Одинцовский спортсмен уступил итальянцу Томазо Марини со счетом 10-15 и стал третьим. Справился со своими эмоциями, мог достаточно неплохо распределить свои силы по ходу всех соревнований и дойти до полуфинала. К сожалению, не хватило немного, уступил итальянцу. Буду делать поправки в дальнейшем. Бронза первенства мира стала первой личной победой Григория на соревновании столь высокого уровня. Однако впереди были командные состязания. Один день на передышку и снова в бой. Плечом к плечу с Кириллом и Антоном Бородачевыми и Владиславом Мыльниковым Григорий фехтовал уверенно и точно. Выиграв у сборной Тайваня и Аргентины, россияне вышли в четвертьфинал и встретились с итальянцами. В упорной борьбе наша команда выстояла и перешла к следующей схватке, на этот раз со сборной США. Была упорная борьба с американцами. Также мы победили итальянцев у них на родине. Было очень тяжело справиться с их, ну их очень сильно поддерживали болельщики. В финале победили французов. Достаточно несложно им это удалось сделать. Уверенно вышли, настроились. И укол за уколом. Ребята тоже все молодцы, справились. В том году был из этой команды Бородачев Кирилл и Григорий Семенюк. Они заняли бронзовую медаль, то есть уже подкрадывались. Хотя Григорий участвовал еще и два года назад на «Переминской мере». И тогда была досадная ошибка. Мы проиграли сборной Австралии. Такая команда вроде... Ну сейчас фиктует везде. Мы проиграли за вход в восемь, недоценили соперника и остались вообще за чертой восьмерки. И вот, как бы изучив, все это проанализировав, сделав работу над ошибками в начале бронзы, в этом году наконец-то золото. Золото первенства мира только закрепило череду успешных выступлений россиян в этом сезоне. Уже 20 апреля Григорий фехтовал на первенстве Европы и взял серебро в команде. Не забывает наш спортсмен и про своих наставников. Всегда рядом Евгений Вольский. С теплотой и любовью говорит спортсмен и о своем первом тренере Светлане Огоньковой. Сезон продолжается. Впереди у Григория участие в этапе Кубка мира, который пройдет в Санкт-Петербурге, сборы и соревнования в Шанхае. Мария Подгипольская, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.